Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости моего канала. В этом году очень много уродило шелковицы. Её так много, что мы её всю съесть не можем. Поэтому я решила сделать из неё пастилу. Пастила – это первая, первая в моей жизни. До этого я никогда её не пробовала. Не делать, не кушать. Легко было просто трухануть ветку, подстелить клеёнку и собрать шелковицу. Но зато божьих коровок просто тьма. Я, наверное, час перебирала эту шелковицу для того, чтобы освободить её от божьих коровок. Ну, а хвостики я не убирала. У меня нету особых условий. Нету у меня ни мясорубок, ни блендера. Я просто проварила. Добавила чуть-чуть сахарочка, пару минут проварила в казаночке. И вот у меня получилась вот такая вареница. Очень вкусная. Можно есть просто так. Но у меня цель сделать пастилу. Излишнюю жидкость я слила, взяла толкушку, помяла. И добавила банан. Внимание! Банан нужно добавлять. Я добавила один, но лучше, наверное, было бы два. Банан, он даёт какую-то такую вот вязкость, какую-то такую более эластичную консистенцию. Потом для того, чтобы пастилу было легко и закрутить, и она была более такая вот гладкая. Это вот такое вот у меня вот представление сложилось. Помяла. Вот такой вот десертик получился. Очень вкусный, честно скажу. Наверное, четверть казана мы съели сразу. Даже ещё не успев сделать эту пастилу. Берём пергаментную бумагу. Начиталось, что лучше брать белую пергаментную бумагу. У меня в селе. Но что я могу купить? Купила, какая была. Такая вот коричневая. Помазала маслом. Тут главное не переборщить маслом, но и чтобы его тоже не было сильно мало. Наверное, мне надо было больше промазать. Ну, а потом намазываем. Слой где-то 3-4 миллиметра. Если будет сильно толстая, толстый слой, тогда у вас она очень долго будет просыхать и может не засохнуть как надо. Но если тонкая, то будет просто размажется по этой бумаге и будет сложно тоже её отодрать. Ну и выбирайте самое солнечно открытое место на улице. Я это всё делала на улице. Июль месяц, 3-4 градуса, жара это в тени. И обязательно тут условие должна быть марлечка. Потому что насекомых тьма и тысячи. От всяких мух, от всяких летающих. Марля не должна касаться нашей пастилы. Я поставила 4 кирпича по бокам. И таким образом у меня марля очень хорошо лежала. Не на постели, а как раз защищала от насекомых. Ну, сохла у меня она где-то полторы суток. Я после обеда начала делать. И вот на следующий день она у меня активно высохла. Тут хочу сказать большое спасибо девочкам на форуме, которые подсказали, как освободить. Вначале я намучилась, поэтому она у меня такая вся корявенькая, вся такая разодранная. Не могла отодрать эту пергаментную бумагу. А дело оказалось очень простым. Надо просто над паром подержать пару минут. И всё. И эта пергаментная бумага очень легко вся слезет. Ну, такое дело. Это всё учение. Первый раз. Не могу сказать, что, блин, прямо совсем комом получился. Может и страшненькое, но очень вкусное. Поверьте мне. Теперь самое интересное. Скатываем в трубочку. И осталось и только нарезать. Какие-то страшные куски я, походу, съела во время процесса приготовления. Сама по себе она такая тугая. Вот такая вот колбаска получилась. Ножи у меня тупые. Ну, и сама по себе она плотноватая и липкая. А сейчас посмотрите, какая она внутри. Вот эти вот семена. Некоторые очищают от семян. А вот у меня же не остались. Они получились, как будто ты кушаешь с кунжутом. Интересно, пощёлкивают на зубах. Очень даже такой пикантный вкус. Взяла другой ножик. С ним пошло дело. Ну, почти как по маслу. Много легче было отрезать. Ножи должны быть острые для того, чтобы отрезать по телу. Ну, и всё. Можно угощать своих близких, любимых людей. Очень вкусная вкуснятина. Идет её зимой. Будешь вспоминать лето. Ой, до зимы. Ну, а впереди у меня ждёт пастила из Абрикова. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok